репетиция фотосъемки на что нужно обратить вообще внимание и нужно ли ее делать перед фотосъемкой постарайтесь уделить время работе перед зеркалом неважно где вы будете репетировать у себя на работе в офисе в кабинете или же дома самое главное вам нужно зеркало посмотрите предварительно в интернете в журналах как позируют разные модели и лишь актеры или люди которые вам нравятся на удачных фотоснимках попробуйте повторить некоторые их позы и жесты опять-таки мы с вами говорим что вы их не копируйте вы повторяете для того чтобы научиться вам нужно понять как это правильно делать посмотреть чтобы вы были не угловаты чтобы руки гармонично смотрелись и когда вы попробовали уже и пользы и жесты повторить то есть поработали с руками с ногами с поворотами головы с ракурсами и положение тела вам тоже нужно обязательно попробовать после этого переходите на репетицию глазами то есть вам нужно отрепетировать свой взгляд перед камерой это делается перед зеркалом предварительно сделайте разные взгляды с прищуром широко открытый взгляд улыбающиеся глаза попробуйте сделать взгляд кошки и лисички возможно какой-нибудь надменный строгий взгляд может быть жёлт жесткий очень агрессивный то есть не только общее ваше настроение и эмоции вы должны на репетиции обратить внимание именно на глаза именно на ваш взгляд когда вы зафиксировали те глаза которые вам будут необходимы на фотосъемке зависимости опять таки от настроения которое вы запланировали для фотосъемки дальше вы пробуйте переходить на репетицию вашей улыбки то есть как вы вообще будете или же улыбаться или же более смыкать рот в агрессии или же у вас будет придыхание ртом вот такие детали нужно обязательно репетировать потому что если вы хотите сделать приятную улыбку а у вас будет только злобный оскал но тоже в виде улыбки вам нужно обратить на это внимание и посмотреть что с этим можно сделать как отрепетировать какое у вас должно быть внутренние ощущения для того чтобы вы были доброжелательны в этот момент и улыбка была не переходила например в смех если он вам не нужен на фотографии попробуйте поработать головой больше вытянуть шею опустить голову в разные стороны повернуть наклонить и все это вы делаете с разными улыбками вам нужно найти то состояние ту улыбку которая будет вам подходить на определенный ваш образ который вы запланировать после этого вы можете перейти на репетицию жестов и движений с вашими волосами и аксессуарами если у вас есть и это предусмотрено потому что на фотосессии вы можете что-то продемонстрировать возможно ваш товар или услугу или вам нужно намекнуть каким-то движением что-то вашей фотосессии это же поправление волос в кадре оно должно быть красивым это не так что вы вот груду волос подняли руками и все кадры будут у вас замечательными нет этому тоже нужно научиться когда мы говорим про аксессуары здесь имеется ввиду не демонстрация как таковая вот вы на вас есть товар часы и вы их каким-то образом вот показываете в кадре нет вам нужно сделать или придумать такие позы которые будут именно намеками которые будут и демонстрировать фотограф сам конечно если у вас у него прописано в техническом задании продемонстрировать ваши часы он найдет кадры но ваше поведение тоже должно быть естественным но намекающим аккуратно жестом взглядом то есть все должно быть очень естественно когда вы готовитесь еще к фотосессии и стоите перед зеркалом вот вы прорепетировали свои жесты и позы мимику вам после этого обязательно нужно проверить свой гардероб одежду для образа до малейших деталей то есть все то что вы будете использовать свои фотосессии вы обязательно не просто просматривайте на вешалке вам нужно это примерить иначе очень часто попадают люди в такую ситуацию когда они купили или взяли на прокат одежду месяц назад неделю назад что-то произошло потом и кто-то сильно поправился кто-то наоборот сбросил вес и камера как фотокамера так и видеокамера всегда видит эти детали к сожалению вот эти минусы на фотографиях они очень подчеркиваются когда мы говорим об имидже когда мы говорим о гардеробе здесь все должно быть с иголочки поэтому вы проверяете не только на наличие там не оторвавшиеся пуговицы или чтобы не было порезов каких-нибудь рваных деталей на одежде вам обязательно нужно проверить как вы смотритесь в этой одежде в том числе вы проверяете насколько читаются ваши брюки с носками рубашки галстуки это шляпки туфельки сочетание заколок и других аксессуаров вот с вашим полным гардеробом это мы не оставляем на последний момент следующее обязательно примеряйте обувь каждому вашему образу то есть вот с обуви у меня всегда есть пунктик и я тысячу раз перед фотосессией своим клиентам напоминаю именно о проверке обуви потому что во первых если обувь у женщин на каблуке или даже у мужчин бывает высокий каблук в обуви тут принципе не важно даже какая высота каблука вам обязательно нужно покрутиться перед зеркалом в этой обуви попозировать почувствовать себя уверенно в этой обуви если возможно у вас фотосессия предполагает наличие барного стула или лестницы или каких-нибудь вот элементов где у вас будет во первых видно обувь и вам нужно будет делать какое-то движение точно также желательно чтобы вы это прорепетировали в том числе и саму позу как вы будете сидеть и как будут располагаться ваши ноги и обувь насколько и будет вид потому что иногда вам нужны лейкопластыри иногда вы берете колготки чулки вот все это нужно проверять в кадре это знаете ну вот как заноза такая потому что классная фотосессия фотограф берет все что нужно иногда крупным планом но вот это вот деталь которая вылазит она потом будет на всех практически фотографии вот этот недочет и самый главный недочет о котором я говорю по поводу обуви это касается и мужской и женской обуви и детской в том числе нужно всегда проверить каблуки на стертость чтобы у вас не было стертых каблуков в числе и носки обуви чтобы там все было в порядке не было царапин точно также каких-то дырочек выдернутых шнурков там и так далее и проверяйте еще застежки если они имеются у вас чтобы они тоже были в приличном виде потому что обувь на фотографиях это наше все это один из первых показателей на которые можно обратить внимание даже если у вас будет красивый мейкап красивая прическа красивые украшения если будет стоптанная обувь или там что-то будет не так все ваш образ полностью рухнет это же касается замечания и ремней как мужских так и женских если у вас там видны продырявленные лишние дырки которые вот там уже зашарпаны или на ремне есть сильные порезы возможно это все видно в кадре тоже касается и шляпок если или шляп если вас что-то уже есть там не аккуратно и сумочки или сумки большие если кадре есть то есть если они уже не аккуратные у них разошлись замки или там детали не соответствуют приличному виду будем называть это так тогда постарайтесь уже или заменить или не использовать такие вещи в кадрах потому что это очень выбивается и подтвердить ваш образ ваш имидж будет очень сложно потом визуально это все очень быстро считывается когда мы говорим про открытое платье у женщин и большие декольте здесь точно также нужно заранее посмотреть и подготовить аксессуары если они у вас имеются украшения чтобы они подходили и были в порядке и аксессуары которые поддерживают бюст если вы раньше ими не пользовались потренируйтесь заранее чтобы на самой фотосессии не было неприятных сюрпризов и вы просто не тратили много времени на эту подготовку такие ситуации тоже бывают поэтому обращайте на это внимание что еще нужно говорить фотографу в данном случае есть люди которые бывают часто на фотосессиях или проводят съемки перед телекамерами и вы уже знаете свою так называемую рабочую сторону то есть это та сторона лица которая вам больше всего нравится на фото или видео кадрах и вы удачно смотритесь именно с этой стороны то есть это может быть вот правый ракурс левый ракурс как-нибудь еще вам могут и специалисты порекомендовать сказать что вот вас такая-то рабочая сторона если вы это уже знаете желательно чтобы перед началом фотосъемки вы об этом сказали фотографу иначе он те же 15 минут или 10 минут будет искать вашу рабочую сторону и вы просто потеряете время а возможно даже ну какой-нибудь фотограф и не найдет сразу вашу рабочую сторону и будет делать так как он посчитает нужным тут стоит уточнить что рабочая сторона она вообще может у кого-то не быть то есть есть люди у кого лицо или фигура смотрится выигрышно с любого ракурса поэтому тоже не нужно здесь особо как бы заострять внимание если вам никто не говорит про рабочую сторону и донимать людей о том что вот скажите как мне все таки хорошо вы сами можете увидеть что как бы вы не повернулись в профиль фаз полубоком развернувшись вы смотритесь очень хорошо гармонично красиво и вам можно уже об этом не беспокоиться поэтому если знаете с какой страны вас лучше снимать говорите заранее об этом фотографу если нет просто если вы можете из вас есть любимые позы или любимые такие ракурсы вы можете показать фотографу это на своих ранних снимках и сказать что вот я хочу чтобы такие например снимки у меня тоже присутствовали на данной фотосессии фотограф просто обратить на это внимание и сделает так как вы хотите чем больше вы потратите времени перед зеркалом я имею ввиду хотя бы несколько дней до фотосета до фотосессии потому что фотосессии мы еще иногда фотосетом называем да тем для вас будет намного лучше потому что вы сможете привыкнуть к своему образу и посмотреть себя со стороны посмотреть на свои ракурсы на свои позы которые вы сможете уже удачно использовать на фотосессии когда вы видите что-то не так вы это уже отметаете и просто будете помнить на съемочной площадке свои закрепленные ощущения когда вы нравились себе перед зеркалом еще часто задают такой вопрос а вот если фотосессия будет не в студии а например в офисе или на улице то есть выездная фотосессия нужно ли ехать на место и там репетировать то есть не фотографу ехать посмотреть это место или вам самим поехать посмотреть локацию на свет на декор там на другие нюансы то а мы сейчас говорим именно о том чтобы ехать туда репетировать здесь ответ будет все будет зависеть от сложности вашей фотосессии это во первых а во вторых от вашего все таки желание потому что если вы хотите действительно перевоплотиться у вас сложный образ вас сложная фотосессия и вам нужно побывать на этом месте конечно вы можете туда поехать и там репетировать но это чаще всего случается когда действительно это такие уже фотосессии срежиссированы или же очень серьезно подготовка к ним идет и у вас сложный образ и вам нужно там действительно понимать как двигаться куда ходить что делать и вы можете просто посмотреть на месте какие у вас есть возможности может быть это гора может быть это лес может быть это какая-то конструкция будет выездная где вам нужно посмотреть сможете ли вы там бегать прыгать залазить куда-то и какие там вам нужно сделать позы вот тогда да тогда вы можете выезжать на место а если мы говорим о фотосессии в деловом стиле и более такой простой фотосессии классической тогда в принципе вам хватит репетиции дома перед зеркалом поэтому здесь вы можете уже выбирать на свое усмотрение